Бригадир прошелся кавалерийским шагом. Прошу печальный сигнал. Оркестр играет фантазию, в которую с трудом угадывается похоронный марш. Жилец аплодирует. Большое спасибо, достаточно. Но все это напрасно. Наверное, кто-то пошутил. Бригадир, может быть, но нас это не касается. Я 15 человек снял с работы. Я не даю юноше закончить консерваторию. Мадам Зборовская бросила хозяйство на малолетнего бандита, чтобы он был здоров. Так вы хотите, чтобы я понимал шутки? Рассчитайтесь, потом посмеемся. Из музыканта вылетает разъяренный тромбон. А я сейчас разнесу эту халабуду к чертовой матери. Пока я отпросился у старшего маловара, я здоровье потерял. Так здесь я хоть бы удовольствие получу. Это у меня второй футляр, между прочим. Бригадир, вы видели, что он сказал? И здесь таких 15. Я всех снял с насиженных мест. Они могут убить, зарезать у каждого дети. Тромбон, Миша, что вы с ним цацкаетесь? Дадим по голове и отыграем свое. Горя на огнем. Бригадир, Жора, не изводите себя. Вы же еще не отсидели за то дело. Зачем опять нервничаете? Жилец, почем стоит похоронить? Бригадир, с почестями? Жилец, да. Бригадир, не торопясь. Жилец, да. Бригадир, по пятерке на лицо. Жилец, а без спокойника? Бригадир, по трешке, хотя это унизительно. Жилец, хорошо, договорились, играйте. Только пойте в память Сигизмунда Лазаревича и сестру его из Кишинева. Музыканты по сигналу мани начинают играть и петь. Безвременно, безвременно. На кого ты нас оставляешь? Ты туда, мы сюда, мы здесь, а ты туда. Безвременно. За кулисами крики и плач кого-то понесли. Бригадир повеселел. Вот вам и покойничек. Жилец, нет, это только что. Это мой сосед Сигизмунд Лазаревич. У него сегодня был день рождения.